Масштабно, ярко и душевно. 12 июня жители Самары отметили День России. Площадь Куйбышева на это время стала центром музыки, света и единства собравшихся. И теперь начнулись и поняли, мы еще свою песню споем. Подарком для гостей праздника стали выступления известных артистов и гранд-финал фестиваля авторской музыки Самфест. Это уникальная творческая платформа для авторов, помогающая им заявить о себе. На конкурс было подано более тысячи заявок от музыкантов со всей страны. В итоге жюри определило 13 финалистов. Это получается самый мультивозрастной конкурс. Здесь участники от 15 на 68 лет. Это на самом деле невероятно. То есть сколько у нас творческих людей, сколько у нас замечательных коллективов. На самом деле хочу сказать, что было непросто, потому что все музыканты были хороши в разной степени. В этом году в число суперфиналистов Самфеста вошли трое участников. Московская группа Татуин, Космические пираты и Романтики. Не одеяйся, я всегда найду себя. Как и ночь, что я найду себя под звездом. Проект объединил опытных, ярких и разноплановых музыкантов. Основные темы их песен – приключения, преодоления, размышления о вселенной и любовь. Жюри выбрало определенный перечень песен для Самфеста. А мы, в свою очередь, уже выбрали из них. Поэтому просто построили программу, чтобы там были и быстрые песенки, так сказать, и баллада была. И немножко рока в конце. Группа в стабильном таком состоянии. Мы друг друга хорошо понимаем. Но вы знаете, да, что группу собрать – это как жениться, только вчетвером. Это дико мрачно сложно. Но нам повезло. У нас все хорошо. Группа Ольги Максимовой из Санкт-Петербурга показала блестящую игру на электроарфе. Это инструмент с огромными звуковыми возможностями. Электроарфа – это максимально удобный инструмент для того, чтобы звучать на больших площадках. И плюс я могу подключать различные примочки, процессоры эффектов. И арфа уже звучит не просто как арфа, а так футуристичное такое звучание придает этому инструменту. Победителем конкурса стал молодой коллектив из Казани – Леса ФС. На сцене ребята импровизировали и активно общались со зрителями. Результат – первое место. Победители, соответственно, 20-23. Ваши аплодисменты! Вот они, молодые, красивые, стоят здесь, послаживаются жизнью и заслужены победой. Совсем юные артисты до конца не осознают, что стали победителями. Готовились к выступлению по-взрослому. Упорно репетировали днем и даже ночью. Творческий коллектив собрался быстро. Ребята еще мало знакомы, но между ними уже неплохой коннект, рассказывает идейный вдохновитель Леся Назырова. Девушка уже в 14 лет выпустила свою первую песню, а в 16 записала альбом. Мы всего две недели вместе играем. Тут ребята по несколько лет играют. Ребята просят сфоткаться. И сейчас на сцене все сердечки показывают. Конечно, я думаю, зрители тоже зарешали, потому что зрителя не обманешь. Гром, 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 гром! Ходлайнерами праздника стали известные российские артисты. Люся Чеботина, Рамиль, группа «Зверобой», Вадим Самойлов, Гарик Сукачев и Дмитрий Маликов. Я приезжал сюда с разными своими проектами, и с просто сольными концертами, и с уроками музыки, и со спектаклями. Я приезжал в своем месте в спектакле о классике, который называется «Перевернуть игру». Поэтому город с большими культурными традициями. Потом очень красиво. И девушки самые красивые. Финалистов сам феста и всех гостей праздника поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона выразил надежду, что участие в фестивале для многих артистов станет отправной точкой в их карьере, поможет вырасти и откроет дорогу на большую сцену. Замечательный всероссийский фестиваль с прекрасным названием «Самфест» стал достойным подарком всем вам, всем нам в этот замечательный праздник День России. Я от всей души поздравляю вас с праздником. Я хочу пожелать вам мира, добра и благополучия. Яркой кульминацией Дня России стало мультимедийное шоу и мощный пиротехнический спектакль. Фасад театра оперы и балета на 15 минут стал холстом для проекции. Спасибо, Самара!